Что делать, если не растут волосы на голове? Возможные причины и способы исправления Длинные, ухоженные волосы – предмет для гордости своей обладательницы. Далеко не все могут похвастаться густой копной допят. Отсюда стремление помочь родным локонам стать более объемными, ускорить их рост. Почему волосы медленно растут на голове? Чтобы разобраться, необходим комплексный подход. Апостров, закрывающая круглая скобка, точка с запятой, закрывающая фигурная скобка. Возможные причины первоначально необходимо определить причину, по которой волосы плохо растут. Только устранив ее, можно добиться желаемого эффекта. Генетическая предрасположенность, наследственность – сильный фактор, обмануть которой практически невозможно. Получится лишь улучшить общее состояние волосяного покрова. Например, лечение мантиондрогенными препаратами, способными подавлять гормоны, влияющие на волосяные фолликулы. Решением может стать назначение стимуляторов роста. Внутренние проблемы организма нехватка витаминов, минералов и элементов отражается на красоте волос, крепости ногтей, целостности зубов. Организм расходует все полезные вещества на более важные органы. Самая распространенная внутренняя причина выпадения волос – анемия. Нехватка железа в организме. Возникает дефицит после долгой обильной менструации родов при неправильном питании. Гормональные сбои вычислить бывает затруднительно. Влиять сбои на выпадение волос в области макушки. При этом луковицы перестают нормально функционировать. Не позволяя расти новым локонам. Читайте подробнее, как гормоны влияют на рост волос. Желудочно-кишечный тракт – плохая усвояемость витаминов дисбактериоз. Влекут за собой проблемы с привлекательностью в целом. Симптомами помимо стремительно редеющей головы могут быть боли в животе, замедленное пищеварение. Нарушенное кровообращение обеспечивает волосам голодание. Суженные капилляры не дают полезным веществам питать их. Причиной могут стать и заболевания сердечно-сосудистой системы. Даже частое употребление кофеина, прогулки на свежем воздухе, массаж всего тела, занятия спортом – лучшая профилактика. Некоторые лекарства могут вызвать нежелательные последствия в виде выпадения волос или ухудшения их общего состояния. Апостров закрывающая круглая скобка. Внешний фактор и постоянный стресс, плохая экология могут сильно повлиять на состояние организма в целом. Палящее солнце, сильный ветер. Зато, спасти красоту и пышность шевелюры в таком случае куда проще. Здесь важно подобрать правильный уход. Важно помнить, что нормальный рост волос начинается от сантиметров в месяц. Правильный уход и так проблема определена. Если она кроется не в здоровье или генетике, то решить ее можно путем правильного ухода за волосами. Важно подобрать шампунь и лосьон, подходящий вашему типу волос. Основные советы – используйте только качественные и проверенные шампуни, прочую косметику. Увлажняйте кожу головы и питайте волосы. Расчески желательно выбирать изготовленные из натуральных материалов. Длительное расчесывание, вопреки советам, оказывается не столь полезно. Способство выпадению. Принимайте витаминные комплексы. Сегодня фармацевтические компании предлагают огромный выбор. От общеукрепляющих до витаминов имеющих конкретные задачи. Ознакомьтесь с обзором самых эффективных витаминов для роста волос. Правильное питание, придерживаясь его, получится улучшить многие важные процессы, протекающие в организме. Постарайтесь включить в рацион рыбу, орехи, оливковое масло. Больше информации о продуктах питания, стимулирующих рост волос, вы также найдете у нас на сайте. Использование приборов для укладки волос стоит свести к минимуму. Бигудей, фены, плойки. Массаж головы, как писалось выше, способен улучшить кровообращение. Что поможет питать волосы полезными веществами, кислородом. Для профилактики выпадения, стимуляции роста, два раза в месяц, втирайте в кожу головы репейное масло. Отлично добавить в него витамины Е. Они продаются в любой аптеке. Меньше находитесь на морозе без шапки. Стимулирующие средства косметические компании сейчас выпускают дополнительные средства, стимулирующие рост волос. Лосьоны, маски, масло, спреи, все что угодно. Это могут быть отдельные продукты, целые серии. Выбрать среди разнообразия помогут советы специалиста отзывы в интернете. Приготовить полезные маски всегда можно самостоятельно. Большинство рецептов проверены веками. Самые известные – маска с настойкой из красного перца. Жгучий плод пробуждает спящие луковицы. Эффект виден уже после первых 4-5 процедур. Однако людям с чувствительной кожей лучше избегать таких экспериментов. Маска из горчицы – эффект схож с вышеизложенной. К горчичному порошку добавляют яйцо и кефир. Отвар пижмы, репейное масло – на самом деле вариантов великое множество. Главное – соблюдать ряд правил. Четко контролируйте время нанесения маски. Перед применением протестируйте состав на отдельном участке кожи. Уход за волосами – это не одноразовая процедура. Скорее рациональный, спланированный, комплексный подход. Для любительниц исключительно натуральной косметики предлагаем подборку проверенных народных рецептов для роста волос. Яблочная маска, маски с творогом для роста волос, секрет пивной маски, медовые рецепты для роста. И красоты волос, желатиновые маски. Раскрываем секрет длинных и крепких локонов. Полезное видео. Как отрасти длинные волосы? Возможные причины первоначально необходимо определить причину, по которой волосы плохо растут. Только устранив ее, можно добиться желаемого эффекта. Генетическая предрасположенность наследственность – сильный фактор, обмануть которой практически невозможно. Получится лишь улучшить общее состояние волосяного покрова. Например, лечение антиандрогенными препаратами, способными подавлять гормоны, влияющие на волосяные фолликулы. Решением может стать назначение стимуляторов роста. Внутренние проблемы организма нехватка витаминов, минералов и элементов отражается на красоте волос, крепости ногтей, целостности зубов. Организм расходует все полезные вещества на более важные органы. Самая распространенная внутренняя причина выпадения волос – анемия. Нехватка железа в организме. Возникает дефицит после долгой обильной менструации родов при неправильном питании. Гормональные сбои вычислить бывает затруднительно. Влиять сбои на выпадение волос в области макушки. При этом луковицы перестают нормально функционировать, не позволяя расти новым локонам. Читайте подробнее, как гормоны влияют на рост волос. Желудочно-кишечный тракт – плохая усвояемость витаминов дисбактериоз. Влекут за собой проблемы с привлекательностью в целом. Симптомами помимо стремительно редеющей головы могут быть боли в животе, замедленное пищеварение. Нарушенное кровообращение обеспечивает волосам голодание. Суженные капилляры не дают полезным веществам питать их. Причиной могут стать и заболевания сердечно-сосудистой системы. Даже частое употребление кофеина, прогулки на свежем воздухе, массаж всего тела, занятия спортом – лучшая профилактика. Некоторые лекарства могут вызвать нежелательные последствия в виде выпадения волос или ухудшения их общего состояния. Правильный уход и так проблема определена. Если она кроется не в здоровье или генетике, то решить ее можно путем правильного ухода за волосами. Важно подобрать шампунь и лосьон, подходящий вашему типу волос. Основные советы – используйте только качественные и проверенные шампуни, прочую косметику. Увлажняйте кожу головы и питайте волосы. Расчески желательно выбирать изготовленные из натуральных материалов. Длительное расчесывание, вопреки советам, оказывается не столь полезно. Способствуя выпадению, принимайте витаминные комплексы. Сегодня фармацевтические компании предлагают огромный выбор. От общеукрепляющих до витаминов, имеющих конкретные задачи. Ознакомьтесь с обзором самых эффективных витаминов для роста волос. Правильное питание, придерживаясь его, получится улучшить многие важные процессы, протекающие в организме. Постарайтесь включить в рацион рыбу, орехи, оливковое масло. Больше информации о продуктах питания, стимулирующих рост волос, вы также найдете у нас на сайте. Использование приборов для укладки волос стоит свести к минимуму. Бегудей, фены, плойки. Массаж головы, как писалось выше, способен улучшить кровообращение. Что поможет питать волосы полезными веществами, кислородом. Для профилактики выпадения, стимуляции роста, два раза в месяц, втирайте в кожу головы репейное масло. Отлично добавить в него витамины Е. Они продаются в любой аптеке. Меньше находитесь на морозе без шапки. Стимулирующие средства косметические компании сейчас выпускают дополнительные средства, стимулирующие рост волос. Лосьоны, маски, масла, спреи, все что угодно. Это могут быть отдельные продукты, целые серии. Выбрать среди разнообразия помогут советы специалиста отзывы в интернете. Приготовить полезные маски всегда можно самостоятельно. Большинство рецептов проверены веками. Самые известные – маска с настойкой из красного перца. Жгучий плод пробуждает спящие луковицы. Эффект виден уже после первых 4-5 процедур. Однако людям с чувствительной кожей лучше избегать таких экспериментов. Маска из горчицы – эффект схож с вышеизложенной. К горчичному порошку добавляют яйцо и кефир. Отвар пижмы, репейное масло – на самом деле вариантов великое множество. Главное – соблюдать ряд правил. Четко контролируйте время нанесения маски. Перед применением протестируйте состав на отдельном участке кожи. Уход за волосами – это не одноразовая процедура. Скорее рациональный, спланированный, комплексный подход. Для любительниц исключительно натуральной косметики предлагаем подборку проверенных народных рецептов для роста волос. Яблочная маска – маски с творогом для роста волос. Секрет пивной маски – медовые рецепты для роста. И красоты волос – желатиновые маски. Раскрываем секрет длинных и крепких локонов. Полезные видео – причины плохого роста. Как отрасти длинные волосы. Продолжение следует...